здравствуйте вы снова на канале европлатный лайф что ж такое то у меня уже пересохла во рту драдудин да замечательная коллекция рододендронов и не просто ну естественно рододендронов рододендроны нет сейчас не надо шутеек про рододендроны я не знаю поэтому поехали работаю здравствуйте вы снова на канале европлант лайф мы сегодня продолжаем снимать в саду елены смирновой и сегодня мы хотим поговорить про рододендроны это листопадный рододендрон white light дальше нежно сиреневый это western light и здесь около вас орхид слайд еще есть несколько видов разных оттенков но они к сожалению пока только вступают в светение чем вообще интересны рододендроны именно листопадные в наших садах это лучший вариант нежели рододендроны которые вечно зеленый почему потому что вечно зеленый рододендрон требует очень хорошего укрытия на зиму и это очень сложно нужно укрывать спанбондом причем к те листья которые касаются укрывного материала они чернеют потом отваливаются то есть есть достаточно большие проблемы с их содержанием и с тем чтобы они роскошно цвели серия light это прекрасный выбор потому что эти листопадные рододендроны цветут каждый год и каждый год очень обильно листьев как вы видите практически нет только одни цветы и цветы в огромном количестве они собраны в целые шапки и я думаю что любой человек который видит вот такой вот роскошное цветение захочет иметь такое растение у себя в саду они привлекают и не могут оставить равнодушные но я так понимаю что главная заслуга этих рододендронов в том что они ультра зимостойки это точно их не надо совершенно укрывать но можно поберечь их первый год дальше спокойно эти рододендроны уходят зиму без листьев а еще забыл сказать о том что они декоративные два раза за сезон первый раз когда они цветут а второй раз осенью потому что каждый из них окрашивается в разный оттенок то есть некоторые группы это желтеющие рододендроны другие краснеющие листья и получается что гамма сада дополняется еще оттенками которые и дают именно листопадные рододендроны то есть получается два фейерверка один весной другой осенью ну конечно все знают что рододендроны нужно сажать в кислую почву потому что на корнях рододендроны образуется симбиоз с определенным грибом и это влияет на здоровье и роскошное цветение рододендрона значит кислотность почвы обязательно дальше влага потому что рододендроны любые и вечно зеленые и листопадные требуют обязательно влаги и третье если вечно зеленые рододендроны нужно сажать обязательно в кружевную тень или в тень деревьев то листопадные нужно преимущественно сажать на солнце и вот тогда цветение будет роскошным и вы будете любоваться этим зрелищем и наслаждаться так как наслаждая семья обрезка эти кусты вообще обрезаются вот вечно зеленые я знаю крайне нежелательно трогать когда там что-то усыхает касается ли листопадных рододендронов что касается обрезки рододендронов то хочется сказать о том что это конечно возможно вот если вдруг ветка вырастает длинный и хочется сделать куст более компактным и есть на этой ветке почки то можно конечно ее укоротить и почка начнет развиваться в основном вот именно эта серия и как раз хороша тем что вкус не становится каким-то неровным неопрятным поэтому в принципе вот эту как раз композиция никак не обрезала то есть она и так хорошо выглядит а если касается например орхид слайд то они настолько компактные эти кусты и настолько изящны сами ветки что вообще трогать их даже не хочется если например мы посмотрим на western light вот на эти листопадные рододендроны они тоненькие хрупкие но когда дует ветер они колышатся то есть у каждого из видов какая-то своя интересная составляющая а орхид слайд вроде бы тоже самое цвет немножко более насыщенные но ветки они очень гибкие и такие немножко линия у них другая округлая это тоже добавляет какой-то особенности этому виду ну вот как долго продолжаются цветения это такая мимолетная красота нет все-таки достаточно ну может быть даже около полутора недель если не будет очень жарко то будто цветы находиться в такой в таком роскошном цветении а вот эта вся серия light она цветет в одно время или они немножко тоже породан light чуть позже включается не все рози light тоже вот например у меня в саду рози light нет и поэтому я не могу сейчас сказать вот насколько цветение не совпадает или совпадает но голланд почему-то чуть чуть позже моем садов потом все еще конечно зависит от температуры да если температура воздуха большая и жарко то цветение происходит гораздо конечно быстрее но как и на всем как на любых растениях я бы не отсюда быстро если у нас будет такая жара и тюльпаны поэтому все зависит от каких-то вот разных факторов ну вот листопадные они зацветают первые после да уж ских сразу все таки вот они гибриды как они идут к ней позже в ленобласти по крайней мере конечно но ведь как интересно они не только наверху цветут они цветут самого низа из до самого верха какой бы куртини мы не подошли она вся абсолютно находится в цветении и это тоже дополнительный бонус именно к этому сорту ну красивая природная форма просто такая вот они сильно какие-то такие японские прямо да так что очень красивая форма и конечно же эти рододендры нужно иметь в своем саду жирный петух они у вас мясные или молочные не сушки прокурить я так не слушаю вот вот видите как всегда что-то новое или на вот этот что за красавица у вас у это потрясающе азалия это нектарин чем она интересна что форма цветка похоже на орхидейную и там гамма от светло-желтого до оранжевого сам цветок по себе вот их и не так много вот как например вот на те которые мы видели ранее но сам цветок роскошным он просто роскошный не просто красиво роскошным это тоже серия лайтс нет это не серия лайтс но это достойный экземпляр и вот если как раз вот на него смотрим мы видим что немножко вытянулся вверх да 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 но мне его было немножко жалко потому что я купила в прошлом году только если сделать его более компактным нужно просто эти верхние ветки обрезать на почку и тогда он будет более компактный это к тому разговору о обрезке и вот там тоже потемнее это тоже это набука это набука да и у меня еще есть доллароса это самые яркие азалии ну я называю зале потому что их называют и листопадные рододендроны и азалии это самые яркие и раньше было вообще совершенно не достать и мы просто выписывали маленькие большие черенки и наконец-то экземпляр в европланте как раз удалось купить достаточно крупные уже те которые прекрасно цветут но они чуть чуть позже поэтому мы сейчас цветение это не увидим но видим как набухли почки и набука долороса почти не не отличается то есть набука еще более интенсивный цвет имеет прямо даже такой кроваво-красный густой вот тоже очень интересные экземпляры и они получаются немножко попозже чуть-чуть чем интересно что в саду листопадные рододендроны цветут не одновременно все-таки сменяют друг друга и это здорово потому что если бы они цели все одновременно а потом было какой-то затишь это было бы менее интересно ну и раз они из европланта значит они по морозостойкости тоже должны конечно такие же абсолютно а скажите какие-то растения партнер для рододендронов есть но так как они любят кислую почву конечно партнерах очень хорошо и вересковые все остальные да это и и просто вересковый и те растения которые любят кислый грунт а это хвойные растения конечно же хвойные всегда прекрасно классическое сочетание и рядом потому что хвоя разная и голубая и сизая и желтая и светло-зеленая и сочетание вот этого цвета даже если мы посмотрим на эти композиции мои да то всегда видим что рядом с хвойными растениями находятся рододендроны и одни подчеркивает красоту других ну что я думаю что нам достаточно на ролик по пророда дэндроны другое одно слово рододендроны попробуем выговорил рододендроны тоже между прочим греческом роддендроны же проще да 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 расскажите немножко вот про эту серию рододендронов lights это же какие-то сорта американской селекции как вообще правильно не называться как их найти как их на гуглить хотя бы вообще слово lights означает либо огни либо сияние и первое упоминание было в 1957 году потому что селекционеры университета миннесоты создали даже еще не создали а начали первые опыты по скрещиванию чтобы вывести такие интересные сорта и только в 1978 году было важное открытие они вывели 12 сортов серии lights все очень разные в огромной цветовой палитре и сразу эти сорта завоевали конечно уважение восхищение тех людей которые посадили вот эти вот азалии у себя ну это американские сорта и мы привыкли воспринимать что американские сорта они тоже как бы не зимостойки но это миннесота это же очень снежный штат и по-моему эти сорта они даже являются и четвертой и третьей зоной разостойкости то есть там они варьируются аж до минус 42 градусов по моему зимостойкость у этих рододендронов на самом деле у нас они зимуют очень хорошо и именно эта серия другие листопадные рододендроны других серий могут на следующий год например после морозов вообще не цвести смерзает почка и они просто не цветут а как раз серия lights это серия которая как раз и цветет постоянно то есть каждый год обильное цветение и какой бы ни был мороз все-таки почка настолько смоляная что она выдерживает этот мороз иногда конечно бывают какие-то веточки которые приходится вырезать ну как его каждого растения санитарную обрезку мы делаем весной но в общем куст остается сохранности до весны и обильно цветет после даже очень суровой зимы у вас вообще сколько сортов этих лайцев лайцев наверно ну штук шесть просто большие куртины да вы видите что по 3 по 4 я сажаю если другие сорта но я эти просто очень люблю жалко да королевство небольшое конечно набрать и до коллекцию целый лайцев если вот например а нектаринов я бы тоже купила несколько потому что они роскошны да и и голден слай тоже очень интересный сорт он очень обильный нежно цветет но чуть просто больше поэтому мы с вами его не увидели ну мы тут сможем создать одновременно и мало уходный сад иметь в нем цветущие рододендроны оказывается на это не такие уж и прихотливые растения должны правильно подобрать сорт конечно если сравнивать с цветниками в которых если пионы и розы и осильбы и флоксы и летники и например крокуса то там конечно больше проблем с уходом здесь ты понимаешь что ты должен подкормить ты должен поливать и каждому естественно свое но все таки это концепция более удобная и более такая лаконичная и проще эти за этими россиями ухаживать конечно хвойный ты пока лишь одним составом до одними удобрениями листопадный рододендроны другим причем интересно что лучше все таки вот на мой взгляд покармливать жидким удобрением она лучше приходит корням иногда если вдруг переборщишь на гранулированным то могут быть какие-то эффекты которые нежелательны а скажите самостоятельно вы их не пробовали вот это я не пробовала вот правда могу сказать один раз даже я была финляндии в этом прекрасном парке рододендронов да и мне очень захотелось оторвать веточку и попробовать ее укоренить я так и сделала но к сожалению это не получилось хотя у меня я в принципе черенками занимаюсь и черенков многие растения но почему-то рододендроны осиенцы не бывают хочется кучки у него стерильные или нет у сеянца вообще сеянцы бывают вот от не я не видела но это же по моему гибриды f1 наверное вероятно из сеянцев вырастет что-то более видовое может быть другое да и может быть семена бывают на самом деле мы даже видим на кустах коробочки но по идее лучше вообще семенные коробочки убирать когда вот цветок отцветает коробочку или вот то что остается после цветка лучше убирать для того чтобы это вот оставшаяся субстанция не мешала листьям развиваться ну это да ну мы все равно всегда хотим немножко сэкономить поэтому нам интересно всегда такие моменты когда мы можем купить одно растение у нас там что-то посеется и будет а вот к нам пришла ива привет моя хорошая собака замечательно ладно к нам пришла собака поэтому мы сегодня заканчиваем наш рассказ про рододендроны серии нос он лайтс и будем общаться с собакой всего доброго смотрите канал европлант мы расскажем вам еще много интересного а